Покидаем деревню Бьяру. Намастей. Вот он ковал. Это самое пыльное место на маршруте. Лена летучая, бахренелась. Несмотря на весь аскетизм нашей ночевки в Бьяру, мы с Надей, не сговариваясь, признали ее самой душевной и атмосферной за всю нашу поездку. Покидать эту деревню не хотелось, но впереди нас ждало еще множество интересных мест. Намасте, друзья. Пятый день трекинга и в половине девятого мы покидаем деревню Бьяру. И несмотря на первое впечатление, ночевка здесь, наверное, была самой лучшей за все время наше пребывание в Непале. Особенно вечер, проведенный, так скажем, в настоящей непальской кухне. Даже не непальской, скорее, тибетской. Кроме нас в этом отеле были только пятеро ребят из Франции и их гиды и портеры. Ну, круто было. Скажи. И на самом деле, с верхнего писанга уже начинаются такие аутентичные тибетские деревни, в отличие от тех же самых Чамэ, Карты. Ну, то есть, на самом деле, как-то не чувствовалось, что находишься в Тибете, в Непале. Ну, круто. А сейчас нам нужно пройти порядка 14 километров до Браги, где мы, собственно, и заночуем. Ну, ледок. А нам вон туда, по той тропе. По финансам. Услов у нас на пребывание в Гьяру 1770 рупий. Жилье бесплатно. Две бутылки воды по 150. А остальное на ужин и завтрак на двоих. Цены, кстати, здесь, наверное, процентов 20-30, да? Ниже, чем в деревнях ниже. Я не устану повторять, что участок трека через верхний писанк в Гьяру в Инговал является самым красивым на кольце напорной. Хотя большинство коммерческих групп экономят один день и идут через нижний писанк, пропускают всю эту красоту. Я считаю, что так делать не стоит ни в коем случае. Намастей! Проходим над деревней Хумды. Там вот аэропорт есть. Взюда полосу отсюда видно. Субтитры подогнал «Симон» Я оцинковал, через который мы пройдем. Галалмы, можно сказать, прошли насквозь, сдержавшись с нем лишь на полчаса. Однако этой деревне стоит уделить немного больше времени. Она этого действительно заслуживает. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сбросили мы метров 200 Осталось еще сбросить 100 метров И пройти 6 километров до Браги Решили устроить так Так сказать, обед Пикник И двух яблок и чай Без конфетов Ну а при приближении к деревне Брага Она же Брага Местного сходится два маршрута Вы очень пожалеете, если у вас нет бафа, шарфа Или любой другой повязки на лицо Так как настолько пыльно на кольце Больше нигде не бывает По-моему, участок Трек от Гавала до Браги Это самое пыльное место на маршруте Добрались мы до Браги Заселились в отель Комната просторная Здание такое капитальное Здесь не два окна Не два ряда Одно Туалет В номере Типачку Газовый душ Ну, в смысле, с подогревом Снаружи Ну, как снаружи Внутри отеля По улице идти не надо Вай-фай платный Не спрашивали, сколько стоит Розетки только снаружи Бесплатно, если заплатить за номер 500 рупий Мы на улицу не поужинаем Заплатим за номер Позавтракаем сами И пойдем завтра к Ледовому озеру Для этого нужно брать 1100 метров высоты Ну, для климатизации Это очень хорошо И вернемся сюда же Здесь переночим Завтра, наверное До Браги Мы сегодня взошли Не спеша От Гьяру За 7 часов Чуть меньше Короче, в плане меню Это, который оказался Вашей самой торгой За неделю уже здесь За всю неделю По нашей поездке Так что не рекомендуем Вообще, какой-то отель большой Какой-то бестолковый Но душ неплохой Но платный 100 рупий В общем, в этой порции Просто картошки жарили Ну, это уже половина Но все равно большая порция Около 40-50 рупий А вот это С яйцем Около 500 Ну, почти побольше Лена летучая Охренелась 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 Редактор субтитров Продолжение следует...